Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Мало найдется тем, которые вызывают среди трейдеров единодушное раздражение. Одна из них – ложный пробой. И это понятно – никому не нравится быть выброшенным из хорошей сделки, а затем наблюдать, как цена идет в первоначальном направлении, лишая прибыли. Возможно, вот из-за такой негативной окраски ложный пробой не часто анализируют и поэтому воспринимают как нечто единообразное и одинаковое для любого графика. В реальности ложный пробой формируется на разных участках графика и при разных условиях. Попробуем систематизировать эти варианты, для того чтобы в дальнейшем выбирать перспективный и избегать неинтересный. На схеме я представил часто встречающиеся варианты. Если что-то упустил, напишите в комментариях. Иногда это происходит на трендовом движении, иногда в боковом. Ложный пробой формируется как после консолидации, так и на одиночном откате. Первый, приходящий в голову вариант систематизации, ложный пробой против тренда. Примере цена пробивает на тренде вверх поддержку, а потом продолжает движение вверх. Второй вариант, ложный пробой движения по тренду. Третий вариант, ложный пробой, когда движение цены не имеет выраженного направления. Если вернемся к схеме, то увидите, что после двух вариантов ложного пробоя цена продолжила движение. Еще два варианта не изменили тренд. И только после этих двух вариантов началось сильное движение. Это не случайно, попробуем в этом разобраться. Когда цена формирует консолидацию, некоторое время покупатели открывают у нижней границы длинные сделки. Они рассчитывают, что скорее всего тренд продолжится. В зоне уровня сопротивления продавцы, рассчитывая на разворот, откроют короткие сделки. Стопы продавцов будут выше уровня сопротивления, а стопы покупателей ниже поддержки. Также выше сопротивления будут стоять стоп-лимитные заявки. Их выставят те покупатели, кто захочет увидеть подтверждение роста, а это будет в случае пробоя верхней границы. Ниже поддержки выставят стоп-лимитные заявки продавцы. Они посчитают пробой нижней границы сигналом разворота. И при помощи заявок цел стоп откроют короткие сделки. Это классическая расстановка сил. Когда мы видим пробой нижней границы, ожидаем продолжение снижения. Выше пробитого уровня будут стоять стопы медведей, открывших сделки на пробое или на откате к уровню. Если цена не задерживается ниже диапазона, а стремительно уходит вверх, это может сказать только об одном. Все предложение было выкуплено. Заметьте, по хорошей цене. Кто-то спровоцировал это движение для большой покупки. Почему большой? Все просто. Большинство трейдеров, использующих теханализ такой ситуации, будут предполагать продолжение движения вниз после пробоя поддержки и выставят заявки на продажу. Чтобы их выкупить, нужны серьезные средства. Когда цена пошла вверх, вначале стопы медведей добавят ей ускорение выше уровня поддержки, а потом выше диапазона. Там тоже стоят стопы медведей и заявки байстоп, тех, кто решил дождаться разрешения консолидации. Из этой ситуации можем сделать вывод. Если кто-то большой открыл в этом месте сделку, скорее всего он знает, что делает. Поэтому стоит к нему присоединиться и попробовать прокатиться на хорошем движении. Теперь посмотрим на второй вариант. Цена двигается в восходящем тренде. Как обычно, в подобной ситуации будут те, кто рассчитывает на разворот тенденции и те, кто решит открыть сделку у нижней границы консолидации. Обратите внимание, чем дольше это происходит, тем больше капитала будет вовлечено. Те, кто откроет шарты, выставят за границы сопротивление стопы. А те, кто откроет длинные сделки, поставят ниже поддержки стоп-лоссы. Но это не все. Выше сопротивление будут стоять заявки байстоп. Их выставят те, кто хочет войти на продолжение движения по тренду. Ниже поддержки стоят не только стопы, но и заявки медведей. Они считают, что пробой нижней границы консолидации приведет к смене тенденции. Что происходит, когда цена пробивает сопротивление? Верно, она попадает в зону активных рыночных заявок, которые будут разгонять цену вверх. Если цена, вместо того, чтобы ракетой лететь вверх, камнем падает вниз, это означает только одно. Активные покупатели столкнулись с продавцами, которые не просто у них выкупили, но и начали активно давить рыночными продажами вниз. Цене достаточно было уйти ниже уровня, как на движение начали давить агрессивные стопы быков. Когда видим похожую картину, должны понимать, что подобные движения не происходят на пустом месте. Обязательно за этим что-то стоит. И чаще всего это конец коррекции на старшем таймфрейме. Посмотрим, как это происходит. Пусть цена движется в восходящем тренде вверх. Наблюдаем это на младшем таймфрейме, например, на 5 минутах. В какой-то момент формируется консолидация с пробоем верхней границы. Может показаться, что единственный вариант движения вверх. Мы же знаем, тренд имеет тенденцию продолжаться. Но цена после пробоя резко снижается. Что произошло? Как такое возможно? Но оказывается, это не нарушает правила теханализа. Почему? Смотрим дальше. Все дело в том, что на старшем таймфрейме цена подошла к уровню сопротивления. И с точки зрения тех участников, кто оценивает график на старшем таймфрейме, самое время открыть продажу. Мне возразят. Но как же? Мы же пробили уровень. Это же сигнал. Это же сигнал, что движение пойдет вверх. На самом деле нет. Почему? Потому что теханализ это не тумблер. Щелк и движение поменялось. В теханализе после щелчка может пройти время. И когда время проходит, тумблер включается в работу. Но это, конечно, шутка. Суть в том, что движение цены очень инертно. Чтобы лучше в этом разобраться, посмотрим парочку примеров. Цена снизилась, потом долго не могла обновить минимум, сформировав консолидацию. Обратите внимание, ложный пробой поддержки привел к быстрому обратному движению. Это была серьезная подсказка. Движение готово к развороту. Этот случай – хорошая заметка на будущее. Очень часто замечаю, что чем менее выражен ложный пробой, тем слабее последующее движение цены. В этом примере прекрасный вариант для входа. Он был на откате к поддержке. Да, мы не знаем, пойдет ли цена дальше вниз. Но это сигнал. Особенно, если уровень сопротивления сформирован на старшем таймфрейме. И напоследок, очень полезный наглядный урок. Цена пробила уровень и закрепилась выше. Но вот резкое движение и все сломалось. Многие подумают, ну как же так, мы же пробили уровень, это же сигнал, что движение пойдет вверх. Не спешите. Посмотрим на наш график, охватив больше данных. В нашем случае график сильно сжал, так чтобы не потерялись максимумы сформировавшей уровень. Участок, который обсуждали, отделил красной линией. Уровень, на котором цена сформировала ложный пробой, зеленый. Как видите, уровень изначально был очень сильным. И если бы мы это не учитывали, то смогли использовать ложный пробой или войти в сделку на его окончании. В любом случае, не увидеть проблему и попасть в ловушку может любой. Но чтобы ловушка не стала фатальной, соблюдайте правила риск-менеджмента и помните, что трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Поэтому подходите к торговле ответственно, используйте стопы и соблюдайте правила риск-менеджмента. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, как используете ложный пробой во время торговли, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!